Суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд продолжает набирать обороты. Приводится все больше свидетельских показаний, фактов, каких-то видеофрагментов. И многие говорят о том, что позволял себе Джонни в отношении Эмбер. А в этом ролике я бы хотел поговорить о том, что именно позволяла себе Эмбер. И как на это реагировал Джонни. Интересно? Вы на канале Кинетический Интеллект. Меня зовут Михаил Дементьев. Я помогаю вам понять, что говорит язык тела и как именно вы можете управлять этим впечатлением. Давайте смотреть. Но прежде чем понять, что именно позволяла себе Эмбер в отношениях с Джонни, давайте определимся с тем, что за человек наталкивает нас на эти показания. Это доктор Дана Хьюз. Она клинический психолог, доктор наук. Она провела четыре достаточно длинные сессии с Эмбер, занявшей 29 часов. И провела с ней два видео созвона по Зуму. Здесь ее адвокаты Джонни спрашивают, когда именно она познакомилась с Эмбер. И те показания, которые она записывала с ее слов, датируются именно 2019 годом и далее. Это важно. Здесь психолог признает, что до 2019 года она Эмбер знать не знала. Суд запросил запись ее разговоров с Эмбер в качестве фактов по делу. И посмотрите, как именно Джонни, Камила и Бенджамин реагируют на то, что там написано. Видите, они все по-разному реагируют. Кто-то зажимается, кто-то морщит нос, кто-то начинает адаптироваться. Вот здесь интересно, одновременно стали Бенджамин и Камила адаптироваться. Бенджамин выбрал галстук пожимать. Помните, даже Саакашвили пожевывал галстук. Это была очень глубокая адаптация. Когда Камила начинает закрываться, почесываться, закрывает уязвимые части тела. Почему так происходит? Что же там на этих записи? Джонни вчитывается. Смотрите, с каким лицом он вчитывается. Адвокат спрашивает, кто это заполнил? Она говорит, я заполнил, чья форма. Моя форма, неважно. Нам важен Джонни, скажите. Заметили? Давайте замедлить для вас. Он вчитывается. Отклоняется назад. Улыбка. Но это не радостная улыбка. Он произносит то, что я по губам прочел, так «Оу май». «Оу май». «Боже мой». Почесывает нос. Здесь съеживается. Неприятно. Съеживается и корпусом, и правым плечом. Носом потягивает. Неприятный запах. Видите, что носом делает? Что за мерзость, что за грязное белье тут достали. И дальше интересный момент. Такой выбор действия. То есть он застывает, как каменная глыба. Но палец его левой руки подергивается. Что же они такое увидели? Они увидели записи под грифом «Intimate Relationships» – «Интимные отношения». И здесь психолог расписала всех, с кем были интимные отношения у Эмбер. В левой колонке вы можете видеть людей, с которыми Эмбер сказала, что у нее явно были интимные отношения. Начиная с 16 лет. Нас-то сейчас так не сильно волнует. Но в правой колонке, все еще под грифом «Intimate Relationships» указано еще несколько интересных имен. А именно два – это Джеймс Франко. Видите, JF. Указано, что они друзья. Friends, get close, сблизились. But really wanted to be with Johnny. Но на самом деле хотела быть Джонни. Да, и это все еще, напомню, под грифом «Intimate Relationships». Они были друзья. Да, они были друзья, но здесь использованы термины, которые использовала исключительно Эмбер. Доктор не проверяла это все, как она также призналась в показаниях. Я просто экономлю ваше время. И адвокат указывает, что как же так? Это же не список друзей. Это «Intimate Relationships» – интимные отношения. И сблизились они в декабре 2015 года. Они стали в декабре 2015 года еще более близки. Чувствуете? Почему это важно? Давайте немножко хронологию вам покажу. 3 февраля 2015 года Эмбер и Джонни играют в свадьбу. 21 мая 2016 года, всего лишь в следующем году, возникает конфликт с бением Эмбер, где она была вся в синяках. Вроде как жаловалась, что муженек ее поколачивает. 22 мая 2016 года, на следующий день после этого события, которое, может быть, и имело место, а может быть и нет, происходит важное событие, к которому мы вернемся чуть позже в этом ролике. После этого события, 23 мая, на следующий же день, Эмбер подает на развод. Что же там такое произошло? Также в списке Эмбер участвует и Илон Маск. Психолог признает, что в списке под грифом Intimate Relationships у нас засвечен Илон Маск. Также пресловутый май 2016. Ничего странного. Коррект. Здесь не столь важно, о чем они говорят. Итак, переходим к главному видео свидетельству этого ролика, после которого я не представляю, как Эмбер будет смотреть в глаза Джонни и вообще всем вокруг. Смотрите, адвокат ее спрашивает. А Эмбер вам вообще не рассказывала о том, что провела ночь с Джеймсом Франко в ECB, это Eastern Columbia Building, это там, где находится пентхаус, один из пентхаусов, Читы, Депп и Хёрд, между 21 и 27 мая. Эмбер при этом такая, ой-ой-ой, меня здесь нет, что такое, про меня, говорят не про меня. Но когда фокус внимания переключается больше на психолога, она такое больше горделивое, такое лицо делает, ну давай скажи, скажи. То есть психолог начинает путать слова, говорит, что нет, ничего такого она не говорила. Здесь, смотрите, на уголке рта, говорит, ну, откуда же тебя знать, провела я с ним ночь или не провела. Я это так трактую. Честно говоря, что я не знаю. Но насчет честности, у меня тут, конечно, вопросики к психологу, но мы разбираем сейчас не психолога. Смотрите, когда переходят к видеосвидетельству, у Эмбер очень длинная такая фаза боргания, она дольше прикрывает глаза, чем обычно. Обычно мы так делаем, когда не хочу это видеть, не хочу. И потом в такую уже полуулыбочку скатывается. Видите, она видит Франко, она улыбается. Так вот губки ее подергиваются. Видите, уголки. Раз, два, раз, два. Это микродвижение, оно очень-очень говорящее. Смотрим, что происходило в лифте. Сейчас она смотрит на монитор достаточно пристально. Вот она с парковки встречает Франко. Прячется от камер. Ну, ее совершенно спокойно здесь можно узнать даже по тому, как она заходила. Франко запрятан под кепкой, под длинными волосами. Но его тоже опознали. И отверчиваться уже здесь бесполезно. Здесь она, Эмбер, отводит глаза от камеры фокус вниз. Здесь такой больше стыдливости. Эмбер прячется, подходит к нему спиной. Они специально стоят спиной камеры. Но другого варианта попасть в пентхаус нет, кроме как лифт. Но неужели нужно быть вот настолько глупой, чтобы все это делать? Здесь она уже переходит в такое состояние. Ну, что поделать. Более расслабленная челюсть. У нее становится более широкий фокус. Она уже не так пристально смотрит на камеру. Она уже ситуацию принимает для себя. Оценивает здесь реакцию зала. Смотрите, как у нее бегают глаза. Как вам заходит? Как вы вообще реагируете на такой материал, дорогие зрители? И такой вылезает. К сожалению. Спалили. Спалили. Смотрите внимательно. Что здесь за эмоции? Напишите в комментариях. Дальше она снова оценивает реакцию зала. Как вы реагируете? И вот это вот так переходит. Всех сканирует. И на доли секунд здесь взгляд на Франко. Коротенький, коротенький. И все. И отпускает эту ситуацию. Рухлана надежда. Не прокатила. И смотрите, взгляд на Джонни. Она пытается бросить взгляд на Джонни. Он сидит четко напротив нее. Но не смогла его удержать. Она не может ему смотреть в глаза. Видите, после этого. Здесь такое микро-микро подергивание. Нижней губой. Еле заметно. Видите, вот отсюда. Сюда она немножко поджала губу. К сожалению. Двери открываются на этаж. Какой бы вы думали. Пентхаус от Джонни и Эмбер. Это все видно на камере. Это происходило 22 мая 2016 года. На следующий день Эмбер подаст на развод. Ну что, остались здесь у меня еще защитницы Эмбер? Напишите в комментариях, насколько допустимо то, что Эмбер позволяла себе, напомню, в браке с Джонни Деппом. И напомню, что если вам интересно научиться разбираться в ваших невербальных проявлениях и управлять впечатлением, которые вы оказываете на окружающих, я жду вас на бесплатный мастер-класс по ссылке в описании к этому видео. С вами был Михаил Дементьев, проект Кинетический интеллект. До новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok